Уголовно-исполнительной системе 135 лет. На праздничный концерт Брянский театр драмы пришли все сотрудники уголовно-исполнительной системы. Не дайте строки! Сияй же, мудрая звезда, и освещай закон высокий! Рождением единой государственной уголовно-исполнительной системы можно считать указ Александра II в 1879 году о создании главного тюремного управления. С тех пор уголовно-исполнительная или пенитенциарная система существенно изменилась, и изменения направлены в сторону гуманизации и отбывания наказаний. Сегодня мы пригласили на это мероприятие всех сотрудников уголовно-исполнительной системы Брянской области, которые проходят службу в наших учреждениях, ветеранов. Также пригласили гостей других правоохранительных структур. Цель одна – это сказать спасибо всем, кто проходил службу и раньше проходил службу в нашей системе. Система достаточно значима для страны. В настоящий момент в системе исполнения наказаний Брянской области работает порядка двух тысяч человек, и каждый верен своему делу – вернуть в общество оступившегося гражданина, причем социально адаптированного. Именно поэтому в наступившем году 497 осужденных получат профессию, а всего в планах – 1200 человек. Помимо работы с осужденными, Управление службы исполнения наказаний не забывает и о ветеранах службы. Основное внимание уделяется ветеранам. На сегодняшний день у нас более двух тысяч пенсионеров. На учете ветеранской организации находится где-то 1400 человек. Значит, представители ветеранских организаций от всех подразделений будут приглашаться на сцену, будут вручаться памятные медали 135 лет системе УИС, ценные подарки, цветы. Всего в Брянской области 9 подразделений системы исполнения наказаний. Это 5 исправительных колоний, 2 следственных изолятора, колония-поселение в городе Сураж и Брянская воспитательная колония. Особое место в системе занимает отдел специального назначения «Торнадо». Их работа – не только предотвращать преступления и обеспечивать правопорядок, но и охрана подследственных и осужденных в местах их содержания и при конвоировании. На мероприятие не забыли ни о ком. Поздравляли с великой датой, вручали награды за многолетнюю службу, профессионализм. Сами сотрудники тоже поздравляли друг друга. Хотела бы в этот замечательный праздник поздравить всех ветеранов, всех сотрудников УИС, пожелать всем крепкого здоровья, счастья, улыбок на лицах. Пусть все у вас будет замечательно. Детская школа искусств представила свой народный танец, а сотрудники службы исполнения наказаний – патриотическую песню. Здесь целью единой связаны, на страже законности все как один, достойно служить обязанных. 135-летие уголовно-исполнительной системы – это великое событие для всех, кто стоял и стоит на службе закона и правопорядка. Как и прежде, главная цель – гуманизация исправительных учреждений и работ с осужденными. Игорь Умаров, Григорий Стебихов, телеканал РЕН-ТВ Брянск.